Ребят, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы с вами будем смотреть обзор колоды Эллен Доган Вичи Старо. Колдовского Таро, либо некоторые его называют Таро Вильм. Колода не является новой. Она уже давным-давно себя зарекомендовала, но является до сих пор одной из моих самых любимых на данный момент. Проблема заключается в том, что когда в свое время я ее приобретала, я приобретала русскоязычный вариант. Естественно, это была реплика, потому что это было в 2011-2012 годы. Тогда просто не было в наличии колод-оригиналов. Привозились они очень тяжело, очень сложно. И вот я хочу показать свою ветерана. Она у меня не то, что уже заезжена, она у меня затерта до дыр. Она у меня уже сыпется. Поэтому, скажем так, не совсем потребный вид. И я решила себе приобрести новый экземпляр. Это у меня уже лежит как стоюшка, такая родоначальница. Ну, тем не менее, она, понимаете, хорошо работала. Вне зависимости от того, колода реплика, либо не реплика, могу сказать так. Работают они одинаково хорошо. Отличается ли уровень энергетики, как меня запрашивают? Ребята, да, отличается. Но отлично для меня. Может это прозвучить несколько для кого-то глупо. Но колоды оригинала, они, знаете, как имеют более высокие вибрации. Не за счет того, понятно, что это одна, несколько репликс, одно и то же, как бы, колоды, да, копии. Но, как вам сказать, качество полиграфии лучше. Лучше там сам картон, сама подача. Это тоже все, знаете, как важно. И сказывается на вашей работе, на вашем контакте с инструментом. Повторюсь, это мои субъективные ощущения. Я для чего приготовила старую колоду, чтобы вы могли сравнить еще копию с оригиналом, сделать какие-то свои выводы и понять, стоит вам приобретать кому-то, например, копии или нет. Я не являюсь приверженцем копии, но я прекрасно понимаю, что у всех разное финансовое положение. Кто-то себе может позволить, кто-то нет. Кто-то, в принципе, не считает нужным приобретать оригиналы. Но, тем не менее, это, знаете, как вам на заметку. Итак, к сожалению, упаковки от старой русскоязычной колоды у меня не осталось. Поэтому покажу вам колоду оригинал, издательство Leveling. Колода 2012 года. Такая уже залежавшаяся старушка. Как мы видим, иллюстратор Марк Эванс. Ну, традиционные упаковки Leveling. Мне они этим очень сильно нравятся, могу сказать. Это, знаете, в свое время была любовь с первого взгляда, когда я их увидела. И вот с тех пор я не могу с ними расстаться. Действительно такой, знаете, очень классный подарочный вариант, если вы кому-то захотите приобрести. На магнитной ленте. Видите, вот магнитный доводчик. Традиционно открываете. Шикарная здесь полиграфия. На шелковой ленте вы поднимаете мануал, а там непосредственно карты. Ну, давайте немножко ознакомимся с мануалом. Что он из себя представляет? Так как это одно из первых изданий, да, вот, Колод Левелин. Могу сказать, сама полиграфия внешней упаковки, она замечательная. Но вот то, что касается внутри, смотрите, качество бумаги шикарное. Сама полиграфия шикарная, но здесь вот нет цветных картинок. Безусловно, это не является какой-то проблемой, но тем не менее, когда вы видите насыщенные краски, действительно это, знаете, как я говорю, приятно брать в руки, приятно с этим работать. Не знаю, с чем грешат Левелин, потому что у них половина колод этого года аналогично в такой же черно-белой подаче, некоторые колоды в цветной подаче. Может, это как бы в зависимости от соавторства, кто какие финансы вкладывает, мне сказать сложно, но тем не менее. Итак, что вы видите в колоде, в этом мануале в колоде? Вот непосредственно предисловие самого автора, немного об авторе. И пошло у нас тут, грубо говоря, содержание. Что вы можете здесь ознакомиться? Второй журнал, описание символизма, а потом традиционно по каждому аркану, как вы видите. Вот, например, мы открыли с вами десятку кубков. Символизм карты, что в нее заложено. Ключевые значения и ключевые слова. По сути, в прямом, в перевернутом положении. Ну, то есть в этом плане очень удобно. Так, ну так идет у нас по каждой карте, по каждому аркану. Давайте подойдем немножко к итогу, что у нас здесь. Чтобы мы с вами ничего не упустили. Предлагаются вашему вниманию расклады. Чтение карт, однокарточные, трехкарточные расклады. Быстрый экспресс-расклад. Как определять сигнификатор, как читать. Ну, вот такое, знаете, как определение также стихий по мастям. То есть там кубки, жезлы, мечи, пентакли. То есть с каким знаком зодиака соотносится, к чему соответствует. Идут некоторые, знаете, как небольшие магические медитации, ритуалы. Которые у вас будут направлены, в принципе, на привлечение любви, богатства, защиты. Либо исцеление разбитого сердца. Ну, либо укрепление домашнего очага. Поэтому здесь вы сможете для себя подчеркнуть много интересной информации. Ну, давайте с вами долистаем. Для кого полезен эта колода, этот инструмент? Могу сказать однозначно, как для новичков. Потому что новички постоянно запрашивают. Вот посоветуйте, посоветуйте что-нибудь хорошее, что-нибудь классное. Вот, пожалуйста, вам на вооружение. Многие могут парировать. А что ж тут мануал на английском языке? Как же я его прочту? Допустим, не все владеют досконально английским. Ребят, всем вам в помощь Google Переводчик, программы, при помощи которых вы просто сканируете страницы, вам автоматически выдается перевод. То есть я так, чему я веду? Кто ищет, тот находит возможности. Кто не ищет, тот находит причину. Поэтому, если вы чем-то увлекаетесь, то, поверьте, вам будет несложно найти и изучить информацию по этому мануалу. Итак, переходим непосредственно к самой колоде. Что же она себя представляет? Изымаем. Вот такая вот здесь дно колоды. Вот так оно выполнено. Так, ну, и давайте сравнивать, сопоставлять. Итак, вырубка карт. Но с левелином этим никогда не было проблем, потому что здесь всегда и хорошая вырубка, ничего не кошлатится, ничего не осыпается, все в порядке. Яркая, качественная полиграфия. Кстати, давайте я вам найду дурака, чтобы сопоставить, и вы могли увидеть, отличается полиграфия или нет. Понятное дело, что это реплика, плюс колода уже заезженная. Понятно, что там на ней есть налет. Но вам просто, вот даже, знаете, как внешне сравнить, сопоставить, будет понятно, что, ну, возможно, для вас будет являться более качественным. Чем отличается с обратной стороны? Видите, это безрамочная, это рамочная, плюс это матовая, это двусторонняя глянцевая ламинация. Вот смотрите, оригинал двусторонняя глянцевая, копия у меня двусторонняя матовая ламинация. С чем удобнее работать? Ну, скажу честно, я в большинстве своем люблю матовые колоды. Здесь уже каждому свое. Ну, то есть мне конкретно, особенно, когда ты работаешь с видео, глянется иногда, видите, дает блики. Может отблескивать. У мата, ну, нет такого, знаете, как бы... Мат более практичен в этом плане. Там, конечно, каждому свое. Итак, давайте смотреть и знакомиться с колодой. Что же мы здесь видим? Сама по себе колода, это, безусловно, традициоэта. 78 карт в этой колоде, плюс книга на английском языке, там 312 страниц. Значит, размер карт 70 на 127 миллиметров. Карты очень удобно ложатся в руку. Это для тех, у кого маленькая ручка. Это, безусловно, вам будет удобно, будет хорошо, потому что они такие, знаете, как удобные в обиходе. Мужчинам, возможно, колода будет маловато, но, тем не менее, кто уже привык, сможет работать с такой. Безусловно, все арканы проиллюстрированы. Чаши у нас, жезлы у нас стандартные. Ого, смотри, жезлы. Масти, жезлы, чаши, мечи, пентакли, я уже заговариваюсь. Карты двора у нас тоже традиционные. Это паш, рыцарь, королева, король. Ну, и нумерация, шут у нас нулевой. Сила восьмая, правосудие одиннадцатая. Почему? Потому что для многих это значимо. Кто работает по французской школе, там в системе Папиуса, то там будет немножко другая нумерация колоды. Вы знаете, что там будет правосудие восьмым, сила будет одиннадцатой. К чему относится, да? Ну, это больше, скорее всего, это колода соотносится к язычеству, либо к Вике. Итак, ну, давайте смотреть, знакомиться. Понятно, что я вам буду больше показывать с позиции визуального ряда. Трактовка здесь традиционная уэйтовская. Поэтому маловероятно, что вы для себя откроете здесь нечто новое. Но, тем не менее, колода очень яркая, очень запоминающаяся. Действительно, мне она очень нравилась. Я же говорю, видите, фактически затерта до дыр, потому что перелопатила на ней не один расклад. Кстати, ну, если вы работаете на потоке, то в качестве рекомендации, либо запаситесь несколькими версиями своей любимой колоды, либо вы должны иметь несколько колод для того, чтобы инструмент у вас не рассыпался в руках. Потому что, говорю, это уже у меня, ну, знаете, говорю, фактически трюхлая, уже сыпется эта колода. Шикарная императрица, мне очень нравится. Вообще, вот по прорисовке иллюстратора очень точно передал, вот даже сама Элит Дуган писала в своей рекламеации, что Марк Эванс очень тонко передал вот ее видение карт, ее ощущения. Очень красивая колода, очень насыщена покраском. Более того, я знаю, многие практики с ней до сих пор работают, я сама с ней работаю. Поэтому вот новичкам особенно, потому что классика, она немножко, может быть, для кого-то скучновата. Здесь такая более яркая, динамичная прорисовка. Поэтому, мне кажется, для вас будет интересно, но полезно. Сила вон какая замечательная. Сама по себе Эллен Дуган, это автор этой колоды, она является медиумом, ясновидящей. Она практикующий маг с большим опытом. И здесь она, знаете, как создала эту колоду не только с целью предсказательной практики, и научить вас понимать символику карт. Она здесь пытается подать с помощью этих карт, этой колоды, для нее, с той ее точки зрения, важнейшие магические ритуалы, которые она прописывает в своей книге. То есть для многих из вас это будет очень полезным. Колода хорошо подходит для ритуальной практики, кто делает коррекцию судьбы на Таро. Поэтому я могу сказать однозначно, что я рекомендую. Вот здесь как бы не совсем традиционно прорисован дьявол. Дьявол здесь показан теневой стороной, внутренними страхами, которые необходимо проработать, от которых нужно избавиться. В любом случае в сопроводительной книге вы найдете всю необходимую информацию и ответы на волнующие вас вопросы. Моя любимая карта, и вот вообще, вот в этой колоде, это была Луна и Жрица. Я, ну ранее, ну представьте, 2011-2012 годы, по тем временам, ну честно, ничего круче не было. Эта колода просто была, знаете, бомба-ракета, потому что настолько по качеству, по подаче, по прорисовке, но ей, правда, не было равных. Знаю, что она на тот момент стала бестселлером. Ну, в принципе, мне кажется, до сих пор она в топе и является такой вот знаковой, значимой колодой. Вот, видите, 20-й аркан. Он здесь называется карма. То есть говорит не только о связи с родом, то есть идут и ритуалы, и вопросы изменения кармы и прочих моментов. То есть не традиционное название сута, а именно карма. Мир. И пошли у нас кубки. Калода очень легкая. У нее очень светлая, насыщенная энергетика. Она не является, знаете, таким вампиром, который, после работы с которой вы будете высосаны полностью. Наоборот, после нее есть какой-то заряд, какая-то отдача. Поэтому, особенно говорю, у практиков, те, кто практикует давно, наверняка она уже давным-давно есть. И где-то может быть пылиться на полке, либо тоже является любимой. Ну, а новичкам, те, кто запрашивает, какую посоветуете, я бы действительно ее рекомендовала. Тем более, качество в исполнении этой колоды очень добротное. Безусловно, вы должны понимать, что даже оригинальная колода со временем у вас и закошлатится, и может отслаиваться ламинация. Но это она и колоды, что со временем вы могли ее поменять. Кстати, краски, безусловно, в оригинале более насыщенные. Я вот сопоставляла, сравнивала браканы. То есть в оригинале это более такая вот цветопередача, качественная. Ну и качество картона здесь совершенно иное. То есть, ну, в идеале она должна вам прослужить дольше, чем реплика. Кто по этому поводу не заморачивается, либо у вас колод много, либо вы не так часто практикуете, то будьте уверены, данный инструмент прослужит вам не один год. Ну вот, касаемо реплики, вот сколько сейчас уже 8-9 лет. Понятное дело, что я не использовала ее на постоянной основе, не юзала. Но давайте так, могу сказать, что хотя бы через день в работе она у меня была. Вот, можете посмотреть. Да, убитая, но на то она и колода. Пятерка мечей. Несколько меняется символизм, вы понимаете, вот по шестерке мечей, если помните, там женщина с ребенком еще в лодке плывет, здесь плывет человек. Могут меняться смысловые нагрузки несколько, но все это вы найдете в мануале. В остальном же очень перекликается со смысловой нагрузкой уэйтовских карт. Посмотрите, какие красивые персонажи, прорисованные карты двора. Очень классная подача. Потому что в большинстве колод, которые вижу я, либо, знаете, такое размазанное что-то, компьютерное непонятное, а здесь вот так хорошо прорисованы черты. Знаете, как чувствуется подача характера персонажа. Вот это очень радует. Ну, даже если, скажем так, вы возьмете ее повторно, если она у вас уже была, тоже вы ее, скажем так, заюзали, возьмите обязательно, пусть у вас лежит как жемчужина коллекция. Почему? Потому что это тот инструмент, который всегда будет под рукой, будет в обиходе. Это не тот тип колоды, с которым вы думаете, работать или не работать. Но однозначно, мне кажется, с вами будет созвучно. И вне зависимости от того, любите вы светлые колоды, либо вы темные колоды, она такая, знаете, по энергетике своей какая-то универсальная. Безусловно, у каждого практика по-своему. Кому-то могут заходить совершенно иные вещи, но равнодушным она не оставит никого. Помню, одни из самых первых моих видео на YouTube-канале как раз были на этой колоде. Но тогда она реально была такая топчик-топчик. Очень классная. Поэтому до сих пор ее люблю, до сих пор на ней работаю, использую ее в практике. На этой колоде вы можете работать как на прямых, так и на перевернутых арканах. Она предполагает работу с картами в любом положении. Здесь уже зависит от того, как вам удобно, как вам комфортно. Но хочу сказать, что в этой колоде пустой карты нет. Соответственно, если вы привыкли работать с пустой картой при раскладах, выбираете себе сами сигнификатор, там жрица, либо дурак. Ну и тоже такой момент. Если, не дай бог, вы какую-то карту потеряете, к сожалению, вам за ней будет нечем. Можно просто приобретать иной экземпляр, потому что обычно, если какая-то карта теряется, можно за ней пустой. Там, да, подписать и так далее. Здесь, увы, этого сделать уже не удастся. Поэтому, если, скажем так, по пятибалльной шкале однозначно ставлю твердую пятерку. Колода является одной из моих самых любимых. Несмотря на то, что сколько времени прошло сама. Вот понимаете, вот эта вот упаковка, эта мистика, блин, она нереальна. Но мне до сих пор, знаете, как вызывают такие добрые, чувственные воспоминания. И в работе действительно очень легка в подаче информации. Не является какой-то жесткой, не является грубой. Знаете, даже какую-то негативную информацию подает в таком мягком аспекте. У кого же эта колода есть? А наверняка она у вас есть. У многих. Напишите, как у вас сложилось с ней сотрудничество. Действительно ли она является, скажем так, вашей рабочей лошадкой. Или может где-то уже пылится на полке. Кстати, часто спрашиваете, где я предобретаю колоду. Ребят, чаще всего это площадки ИТСИ, ИБЭЙ, Амазон. Для кого-то не секрет, вы выбиваете название. Название вот вам все показываю. И можете приобретать данный экземпляр. Так как вы все в разных странах, к сожалению, наши украинские эзотерические магазины не работают на иностранную, зарубежную поставку. Поэтому для тех, кто мне смотрит в других странах, дать ссылки на украинские магазины вам не могу, потому что для вас они просто будут неактуальны. Ну, вот, как говорится, до новых обзоров. Я же с вами не прощаюсь. Буду ждать с вами обратной связи по этому инструменту. И, возможно, ваши комментарии и заявок, какие бы колоды вы хотели бы увидеть на обзоре. Буду вам признательна за обратную связь. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok